В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Праздничным партнером нашей программы является компания Фаербах. Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батарей салютов и хорошее настроение вы можете приобрести в магазине Фаербах на парковке у торгового центра «Премьер». И вот о чем расскажем далее. Очередная авария на теплотрассе в Рязани. На этот раз парализована улица Грибоедова. В России сегодня чествуют работников прокуратуры и журналистов. Лучших награждают областными наградами. Итоги молочного года по независимому исследованию комсомольской правды. Кто из производителей самые ответственные? Зима – нелюбимое время для травматологов. Как удержаться на ногах? Химические реакции в кранах Касимовцев. Жители нескольких домов зимой остаются без горячей воды. И снова праздник к нам приходит, откуда появился старый Новый год. В пятницу в центре Рязани движение по городу оказалось парализованным. Причина – очередной прорыв на теплотрассе. Авария произошла на улице Грибоедова. На участке проезжей части сначала произошел обвал асфальтового полотна. Затем движение по улице было ограничено. Дорожное движение перекрыли на улице от пересечения улицы Грибоедова с улицы Веденской и до пересечения с Есенина. Устранить поломку пообещали к 12 ночи этого же дня. Напомним, из-за ремонта теплотрассы улицу Грибоедова перекрывали в июле и в августе прошлого года. Зима – нелюбимое время для травматологов, потому что именно в этот сезон работы у них многократно прибавляется. Причем большую часть травмы мы получаем на скользком льду, на улицах, а не, например, лыжной трассе. О том, как удержаться на ногах, знает Анна Герцовская. Сидеть дома или передвигаться на такси от подъезда к подъезду – так может поступить тот, кто не хочет столкнуться с гололедом. Или Александр, у которого уже нет другого выхода. Какой-то, скажем, в этом году Новый год был совсем не новогодний. И вот уже где-то числа пятого с утра я проснулся, смотрю в окно, на улице снег. И вроде бы как даже такое хорошее настроение. Думаю, пойду погуляю. Зима пришла. Ну и в итоге вышел на улицу и, скажем так, упал очнулся гипс. Александр получил не перелом, а трещину у основания большого пальца на ноге. В травмпункте ему наложили гипс, однако сидеть дома Александр не намерен. Каждый день он добирается на работу, на такси, а также старается быть аккуратнее на улице. Я сейчас стараюсь ходить по более ровным и чистым поверхностям, то есть расчищенным. И я прикупил, скажем, специальные подковы на обувь, чтобы меньше скользить. С появлением заморозков и снега риск упасть на улице появляется у каждого человека. Зимняя обувь с нескользящей подошвой или со специальными шипами, расположенными на ней, могут помочь. Конечно, не стоит лишний раз торопиться при ходьбе на улице, особенно вблизи автомобильных дорог, иначе есть риск получить дополнительные травмы. Ну а если все-таки падение произойдет и не удастся отделаться легким испугом, при сильной боли в любой части тела необходимо сразу же обратиться к врачу. Ведь остаются на земле люди, которые даже в случае перелома пытаются лечить его самостоятельно. Сидят дома, да, ничего им никто не накладывает. Потом, когда у них, они прикладывают лопух. А потом, когда начинаются какие-то проблемы, и это не проходит все месяц-два, они приходят к нам и говорят, что вот что-то у нас не проходит уже достаточно долгое время. А когда мы делаем снимки, да, можем найти все что угодно. Начиная от вывихов каких-нибудь застарелых, которые лечатся только хирургическим путем, и заканчивая, ну, всем чем угодно. Переломами шейки, шейки бедра, которые лечатся, эндопротезированием. Любой перелом, который лечится на поздних сроках, гораздо хуже срастается и, как правило, требует хирургического вмешательства. Поэтому даже если вы сомневаетесь, что получили перелом, лучше обратиться к врачу. Если человек получил перелом и он не может двигаться, то, конечно, необходимо вызывать скорую помощь. Да, если человек как-то может передвигаться, надо этот перелом обездвижить любыми возможностями и ехать самостоятельно в травматологический пункт. Да, у нас их два травматологических пункта. И в случае наложения гипса можно незначительно ускорить лечение перелома путем питания или витаминотерапии. Нужно есть больше творога, молочных продуктов, мяса, рыбы, отказаться от алкоголя и табака, но и в будущем продолжать беречь свое здоровье. Остается надеяться, что в этом году люди смогут избежать серьезных травм, а городские службы позаботятся об очистке тротуаров и дорог ото льда. Анна Герцовская, Роман Вихров, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Газета «Комсомольская правда» подвела итоги молочного года. Журналисты в очередной раз выяснили, какое молоко и молочные продукты качественны для употребления, а какие приобретать не стоит. Об ответственных производителях знает Валерий Седов. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Правдивость этого утверждения решили проверить корреспонденты газеты «Комсомольская правда» Рязань. Два года назад они начали независимую экспертизу продукции крупных и фермерских производителей. В начале прошлого года мы подвели итоги за 2016 год, наградили лучших производителей по трем номинациям молоко, сметана и творог. А в этом году у нас целых пять номинаций. В 2018 году прошло награждение сразу в пяти номинациях. Фруктовый йогурт, молоко, сметана, сливочное масло и пшеничный хлеб. Корреспонденты газеты «Комсомольская правда» Рязань подчеркивают, что вся экспертиза была независимой. Ни один из производителей не знал, когда и какую именно продукцию будут покупать и проверять. Победителем в номинации «Лучший фруктовый йогурт» стал Старожиловский комбинат. Как отметил генеральный директор «Комсомольской правды» Рязань Николай Мальцев, производитель заслуживает отдельных аплодисментов еще и за то, что за несколько лет проверок качество их продукции ничуть не изменилось. Сразу два диплома получили ООО «ЖИТО» в категории «Масло и сметана». А вот победителем в новой категории пшеничный хлеб стала компания «Барс Ритейл». Хотелось бы поблагодарить «Комсомольскую правду» и «Рязанскую торгово-промышленную палату» именно за то, что независимая экспертиза высоко оценила наше старание. То есть мы готовы приложить к дальнейшим все усилия для того, чтобы обеспечить качество нашей продукции. В номинации «Питьевое молоко» диплом победителя получила компания «Вакинская Агро». Их продукцию корреспондента «Комсомольской правды» «Рязань» отправили на независимую экспертизу впервые. И сразу такой результат. У нас полный цикл, начиная с растеневодства, животноводства и до выпуска готовой продукции. Это еще раз подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении. И на каждом участке специалисты у нас высокого уровня. И это яркое подтверждение того, что мы делаем достойную продукцию. По словам корреспондентов, крупные компании, да и фермерские производители реагируют на такую экспертизу неоднозначно. Конечно же, кому хочется услышать, что их продукцию признали несоответствующей стандартам. К сожалению, встречаются ситуации хуже. Так победитель 2016 года стал выпускать фальсификат. Однако существуют и те компании, которые поработали над своими ошибками. В 2016 году проверяли одного аризонского производителя. И он постоянно выдавал фальсификат. Что ни возьмем молоко, масло, все фальсифицированное. В этом году мы уже даже потеряли надежду, но решили проверить все-таки, посмотреть, исправился ли он. И вот два образца мы проверили. И да, действительно, он исправился. Производитель стал выпускать качественный продукт. При этом хочу отметить, что и стоимость продукции тоже возросла. В планах у корреспондентов газеты «Комсомольская правда» продолжить проводить независимую экспертизу. К тому же они расширят список продуктов. Так, в 2018 году добавится и мясо. А по старым номинациям прибавятся и производители государственного уровня. Это позволит узнать, на каком месте в списке качества стоит Рязань. Нам же остается поздравить победителей и пожелать «Комсомольской правде» Рязань успехов в ее нелегком деле. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сегодня день работников прокуратуры России. 296 лет со дня образования ведомства. Прокуратура одной из старейших ведомств России образована еще при Петре I. Основными задачами органа вот уже на протяжении почти трех столетий остается контроль за соблюдением российских законов, защита прав и свобод человека. В прокуратуре области сегодня состоялось торжественное собрание. За безупречную службу и верность закону лучших работников надзорного ведомства наградили почетными грамотами и нагрудными знаками отличия. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников прокуратуры, началось с награждения победителей конкурса детского рисунка. Прокурор – это звучит гордо. Его участниками традиционно становятся дети работников прокуратуры. Так Виктория нарисовала своего папу – прокурора Михайловского района, которым она очень гордится. Получилось похоже, но Авика рассказала, чем же занимается ее папа. Он ловит разных преступников и наказывает их как-то. В общем и целом Вика, конечно, права. Сам Андрей Земнухов уточняет, что работу прокурора вполне можно назвать бумажной, рутинной, однако от этого ее значимость не уменьшается. Самое важное, я считаю, это ответственно относиться к выполнению своих обязанностей. Это важно не только для прокурорской профессии, а для любой профессии. Потому что я полагаю, что самое нежелательное в нашей жизни, в нашей деятельности – это безразличие. А мы работаем с людьми, решаем их проблемы. И вот то, насколько мы в них вникнем и ответственно отнесемся, от этого будут зависеть и судьбы людей. Работники прокуратуры занимаются не только защитой прав и законных интересов людей, но и защитой интересов общества и государства. Причем обязанности свои они выполняют честно и добросовестно, отметил в своем выступлении прокурор Рязанской области Олег Черныш. Также он подвел итоги работы прокурорских сотрудников за минувший год. Благодаря усилиям прокурора погашена задолженность по заработной плате на сумму более 180 миллионов рублей. Своевременно пресекались нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приоритетной оставалась работа по защите жилищных прав, в том числе детей-сирот, участников долевого строительства, граждан, проживающих в аварийном жилье. Все те, кто добросовестно выполнял эту работу, на протяжении года получили награды из рук прокурора Рязанской области. Также через видеообращение поздравил работников прокуратуры генеральный прокурор России Юрий Чайко, а губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал это лично. Кроме того, он наградил отличившихся сотрудников почетным знаком за заслуги перед Рязанской областью. Особого внимания в этот день удостоились ветераны. Среди них Виталий Толстов, участник Великой Отечественной войны. После окончания войны он служил в разведке, затем в военной прокуратуре в разных уголках нашей страны, в том числе и в Тбилиси. Мне пришлось быть помощником прокурора Тбилисского гарнизона, где я поймал двено этих жуликов, арестовал их, которые незаконно освободили 96 человек. И я, будучи как Ширек Холмс, при помощи шпильки открыл архив и таким образом изъял документы, которые нужны были для того, чтобы раскрыть это преступление. В прокуратуре Рязанской области Виталий Толстов прослужил более 20 лет. И сегодня о многочисленных историях, связанных с профессиональной деятельностью, можно прочитать в его книге. Также на торжественном мероприятии в областной прокуратуре отметили средства массовой информации за плодотворное сотрудничество. Этой наградой удостоилась в том числе и наша телекомпания. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». 13 января свой профессиональный праздник – День российской печати – отметят работники СМИ. А появился он благодаря императору Петру I, по указу которого в 1703 году вышла в свет первая российская газета «Ведомости». В День печати по традиции чествуют журналистов региона. Особо отметившихся награждают в правительстве области. Традиционно в преддверии Дня печати в нашем городе проходит подведение итогов главного конкурса журналистского мастерства Рязанской области «Хрустальный журавль». Сегодня мы можем говорить о том, что это конкурс с историей. В этом году он проходит уже в 14-й раз. Сегодня это единственный региональный полноценный конкурс, где номинации именно профессиональные. Оценивают их члены независимого жюри, выбираются члены жюри очень тщательно. Это действительно профессиональные журналисты, мэтр своего дела. На 30% каждый год состав комиссии обновляется. И сегодня здесь, кроме профессиональных номинаций, еще и специальные. В этом году в конкурсе приняло участие более тысячи журналистов со всего региона. Сотрудники газет, радио, телевидения, интернет-изданий еще осенью 2017 года отобрали лучшие работы за год. Ну а теперь пришло время выбрать победителей и лауреатов. Важно, что у Рязанской журналистов подошли к созданию материалов не только профессионально, но и неравнодушно, творчески и креативно. Благодарю вас за хорошую работу. Конечно, я желаю вам всех новых творческих находок прежде всего, интересных проектов и профессионального роста. Хрустальные птицы разлетелись по всей Рязанской области. Практически каждое издание было отмечено высокими наградами. Журавля получил и наш коллега Вячеслав Астафьев. За 30 лет в рязанской журналистике он работал и на радио, и на телевидении. Теперь же Вячеслав Астафьев – представитель печатного издания. Для него хрустальный журавль – награда, несомненно, важная. В том смысле, что надо еще больше работать и как-то больше разнообразить свою вот эту творческую креду, удивлять читателей. И самое главное – добиваться действенности своих материалов. Мы ведь пишем для чего не просто, чтобы кто-то прочитал, а чтобы как-то изменилась вокруг нас немножко жизнь. Ну, изменилась к лучшему. Ну, в данном случае, вот, мне хочется перемен на дорогах. Поэтому я сегодня здесь. Специальный приз в номинации «Лучшая тематическая программа» получила и наша телекомпания за проект «О чем молчит время». Несомненно, награда этого конкурса – лучший показатель того, что наша работа находит отклик в сердцах людей и является по-настоящему профессиональной. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». За дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ абитуриенты борются уже не первый год. На этот раз Рязанский государственный медицинский университет дает возможность будущим студентам-медикам проявить себя. Победители и призеры предстоящей Олимпиады по биологии получат дополнительный шанс поступить в ВУЗ. В этом году Рязанскому государственному медицинскому университету исполняется 75 лет. В рамках юбилея пройдет открытая Олимпиада школьников по биологии. К участию приглашаются выпускники 2018 года. Цель Олимпиады заключается в поиске талантливой молодежи, знающей и любящей биологию. И мечтающей связать свою жизнь с благородной профессией врача. Конечно, мы будем рады поступлению таких ребят в наш университет. Олимпиада пройдет в два этапа, первый из которых – заочный. Абитуриенты должны зарегистрироваться до 20 января. Дальше начинается уже прохождение отборочного этапа. Он проходит дистанционно с 23 января по 10 февраля, где им предлагается пакет вопросов, на которые они должны дать ответы. В дни проведения Олимпиады каждый участник единожды заходит на сайт, чтобы ответить на вопросы. На это им удается три часа. Те школьники, которые одержат победу или займут призовые места на первом этапе, выходят во второй тур. По положению Олимпиады на заключительный этап выйдет 25% от всех участников. Он состоится в Рязанском медицинском университете в начале марта. Для участников Олимпиады мы подготовили очень интересные творческие задания, которые охватывают разделы биологии по анатомии и физиологии человека, ботанике, зоологии и общей биологии. Важно отметить, что победители и призеры Олимпиады получат дополнительно по два балла, которые будут суммироваться с результатами ЕГЭ и учитываться при зачислении ребят в наш университет. Олимпиада станет прекрасной тренировкой. Здесь можно попробовать свои силы перед государственной итоговой аттестацией. Абитуриенты узнают много нового при ответе на ситуационные задачи и вопросы проблемного характера. Ведь все задания в Олимпиаде посвящены современным проблемам биологии. Регистрация участников уже началась. Вся информация по поводу регистрации представлена на официальном сайте Рязанского государственного медицинского университета. Есть отдельная страничка, сайт открытой Олимпиады по биологии для школьников. На сайте каждый участник получает пошаговый алгоритм регистрации, так что можно начинать действовать. Награждение победителей и призеров открытой Олимпиады по биологии пройдет в торжественной обстановке 24 марта. На дне открытых дверей вуза. Награду отличившимся будет вручать ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В качестве воды из крана сомневаются касимовцы. Жители новых домов, им нет и трех лет, жалуются на отсутствие горячей воды. По их мнению, она попросту не поступает в краны по причине забитости труб. В управляющую компанию посыпались жалобы. Коммунальщики отреагировали, но то, что они увидели, разрезав трубу, поражает воображение. Трубы, они все заполнены вот этой гадостью. Это отложение солей с известью, скорее всего, которое находится в воде. Строители подсоединили жилые дома к скважине, недалеко от их расположения. Но вода из нее оказалась с изюминкой. При нагреве вещества, которые в ней содержатся, активно оседают на стенках труб. Много вопросов возникает к застройщику. Мы не моемся. Я не моюсь. Хожу в баню, на фабрику холодную. По нормативам, воду необходимо нагревать до 60 градусов. Но в данном случае при нагреве в таких трубах начинаются химические реакции. Как отреагирует администрация Касимова? И что делать жильцам, пока остается неясным. И снова праздник к нам приходит. Такой необычный и непонятный для многих иностранцев. В полночь 13 января – Новый год по юлианскому календарю. Традиция отмечать Старый Новый год идет после календарной реформы 1918 года, когда страна перешла на европейский, григорианский календарь. По юлианскому календарю люди жили на протяжении 15-ти столетий. Но он был неточным. Каждый год оставалось несколько неучтенных минут, которые накапливались в часы, а потом и в дни. В 1582 году священники в Риме решили исправить погрешность. И Новый календарь назвали григорианским. Сначала его признали католики, а потом и весь мир. Россия перешла на новый стиль, одной из последних – в 1918. Разница между календарями к тому времени составляла уже 13 суток. Бонусный праздник – это еще один шанс загадать желание. Принимая во внимание любовь россиян к гуляниям, неудивительно, что неофициальный Старый Новый год собирается столом каждого второго жителя нашей страны. На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги этой недели. А пока хорошего завершения дня. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция. Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ премьер, павильон на парковке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова